Здравствуйте, уважаемые цветоводы! Сегодня поговорим с вами о плющелесных пеларгониях. Рассмотрим несколько вопросов в этом видео. Результат обрезки плющелесной пеларгонии. Вот она, одна, вторая, третья, четвертая. Укоренение и корректировка тех пеларгоний, которые уже выросли или же которые требуют определенной формировки. В феврале и марте я обрезала свои плющелесные пеларгонии, и поэтому каждая из них имеет свой вид. Вот эта пеларгония была обрезанная у меня в феврале, и, как видите, она внушительных размерах. Это была обрезана в марте, и здесь еще две пеларгонии. Это пеларгония черенок, ну а это уже годовалая пеларгония Red Seabble. А вот здесь у меня находятся уже черенки, которые я почеренковала, когда обрезала эту пеларгонию. В конце видео я вам покажу, как они выглядят, ну и расскажу о том, как черенковать, чтобы получить хорошую корневую систему. А сейчас давайте рассмотрим пеларгонию, которую я обрезала в марте. На концах каждой ветки пошли новые побеги. А есть такие ветки, вот где нету побега. Это по той причине, что здесь я чисто случайно отломила почечку проснувшуюся. Понятно, что уже отсюда не пойдет никакой новый побег, и поэтому необходимо обрезать эту часть. Вот так вот берем и обрезаем где-то, оставляем полсантиметра от проснувшегося побега. Вот посмотрите еще на такую картину. Здесь подсохший кончик, но рядом отсюда пошел молодой побег, поэтому вот такой кончик не стоит уже обрезать. Пускай так и остается. Ну а попозже, когда окрепнет этот побег, мы его обрежем. Давайте перейдем к этой пеларгонии. Вы видите, что мои пеларгонии совершенно разные. И перед вами пеларгония, у которой большие междоузрия, видите? Здесь вот коротенькие кругом, да? Видите, как идут листок от листочка. И такие пеларгонии можно формировать и кустика. А вот тут междоузрия большие, поэтому необходимо не прозевать тот момент, когда начинает расти плюшечка. Если вы не обрежете вот эту верхушку, то она вытянется, и вместо компактного куста вы получите развалившиеся растения. Поэтому сейчас я вам покажу, как правильно обрезаться. Смотрите, там внизу есть междоузрия. Раз, два, три, четыре. И вот здесь, над этим четвертым междоузрием, обрезаем. Не бойтесь, что так получается обрезка. Вы этот черенок почеренкуете. Дальше нам необходимо осмотреть более внимательно этот куст, так как в нем есть определенные проблемы. Здесь у меня два побега. Один просто я так воткнула, ну и он взял, да и принялся. Высохшую часть, вот эту, нужно обрезать. Обрезаю по двум причинам. Чтобы был красивый куст, чтобы не размножалась инфекция. Внутри, видите, вот здесь вот еще один побег, он совсем сухой, поэтому его обрезаем под пенек, до самой земли. Все ветки, которые остаются вот здесь внизу, все это убираете чистенько, чтобы было. Поворачиваем кустик. И смотрите вот сюда. Здесь такая же картина, что уже есть сухие побеги. Такие ветки рассматривайте внимательно, потому что там сзади у них побеги не отсюда, вот проснулся побег, а вот изнутри. Поэтому обрезаем не отсюда, а обрезаем вот отсюда, где есть этот побег. Вот видите, вот отсюда. Вот посмотрите, конкретный пример, как неправильно обрезана веточка. Видите, вот она выступает, засухшая где-то сантиметров два, а то и три здесь, а снизу пошел побег. Знаете, чтобы такого не происходило, я сейчас вам покажу на веточке, которую я уже обрезала, как правильно обрезать. Вот видите, обрезаем каким образом. От пазухи листа этого оставляем всего лишь где-то миллиметров три-четыре, не более того. И тогда у вас будет вот так великолепно, как вот здесь на этом примере, выходить новая почечка. Таким образом, друзья, осмотрите внимательно свои плющелистные пеларгонии, у которых длинные побеги, и подрежьте их, чтобы получить вот такой компактный куст. Неделька вторая, и скоро вот отсюда из этих паз уже пойдут цветоносы. И вы увидите яркое, запоминающее цветение плющелистных пеларгоний. Вот эти черенки, которые я уже срезала, можно черенковать будет, но не сейчас. Дайте, чтобы веточка подсохла хотя бы полчаса, а то и два часа. Для нее это не опасно. Ну а сейчас я вам покажу результат укоренения плющелистной пеларгонии. Здесь у меня несколько веточек. Первый черенок вот с такими корешками. Сроченько нужно отправлять его уже в грунт. Следующий смотрим вот этот. Здесь вообще целая борода уже росла. Шикарнейшие корни. На этой веточке молоденькие корешки. Видите, какие беленькие. Именно вот в такой стадии нужно отправлять черенки уже в землю, когда корешки беленькие. А здесь вот я вам показывала, немножечко уже пожелтели. Ну что ж, друзья, черенкую я именно в воде. Воды даю совсем-совсем мало, где-то один сантиметр на донышке стаканчика. Добавляю полграмма корневина. Ну и через недельку появляются уже первые корешки. А у некоторых и того раньше. Думаю, что в этом видео я смогла вам подробно показать, как я ухаживаю за плющелистными пеларгониями весной. Всем, друзья, огромное спасибо. До следующих встреч. Пока-пока.